всем добрый день привет из елгавы вот с наташей завернули здесь включить камеру это бывшая территория издания сельмаша на рубнице бас но здесь сейчас кругом одни магазины магазины разные всякие тут и гайки и болтики тут и автопокрасочные что-то конета это вот бывшая проходная вот мы сейчас даже здесь развернемся покажем а проходную мы вам не так не проходили никогда какой цветничок здесь посмотрите да это проходная так она и есть так осталось это специально хочу показать вот видите вот пишите комментарии кто работал здесь на этом заводе бывший сельмаш вот она проходная все друзья мы тогда разворачиваемся вот цветничок смотрите какой красивенький он тут всегда был вот знак стоит страм там раскладушки делали знаю сейчас он работает нет вот видите в данное время не знаю честно не знаю уже 16 2016 года не работаю только редко редко кого встретишь с кем работал вот на рубницы бас поехали мы дальше проедемся покажем вам как живет сейчас город чем живет как выглядит именно 26 июля успеваем успеваем съездим по делам с наташей магазин стройматериалов синука и заедем еще один район вам покажем где мы не ни разу не ходили сами на машине ты проезжаешь а пешком пешую прогулку мы там не делали увидите видео будет такое приличное по времени большое во всяком случае больше 20 минут так здесь мы внимательней пропускаем и едем кругом цветы и цветы дорожный вокзал наш елгавский так вот как тут не хватает тоже клумбочки да что-то насчет рынка на нашего нового тишина сваи как бы там установлены сегодня мы заезжать не будем в следующий раз заедем косичка надо пропустить триммер триммером бензиновый триммер у меня показывает 26 градусов на улице на бортовом компьютере ну ветер сегодня ветер и не чувствуется такой жары другие наверное вот зрители кто нас смотрит смеются 26 жара говорит у них на 46 под 50 а у нас под 30 надо ехать скорость ладно мы повернем вот здесь по электрибас проедем редко мы здесь поворачиваем здесь это всегда мы проедем кто ну да ну топливо немножко подешевела сейчас она упала до евро 88 по моему у нас показывал анташ евро 88 и также самый бензин тоже евро 88 ну я не сказал бы что сильно упала на 10 на 10 центов с литра дорожка тут конечно проедемся по набережной вам мы никуда не торопимся с наташей да 26 ой даже 28 на этом 28 на этом бегущей строке ого ну тут наверно пригрела этот термометр ну такой ветер вряд ли кто купаться полезет да конечно есть да на острове наташа он говорит ведь я за рулем смотреть сильно не могу по сторонам люди на ногу да он пожалуйста люди есть этот зонтиком стоит студент все время стоит присутствует держит книжки и главный зонтик держит на него вода льется все время и не уходит с места все время здесь стоит вот как-то вот так вот так ну сегодня вторник разгар рабочего дня по этому народу тем более вы тут не увидите никого почти только одни машины ну отпуска сейчас время отпусков на острове машины есть да где-то третья часть заполнен на стоянке есть отдыхающие гуляют а мы проедем там немножко часть завернем на гаразос через гаразос потом через центральную эту больницу через ветеринарный факультет сократим так расстояние это самая короткая дорожка до того микрорайона походим по микрорайону а потом поедем к синукай с наташей стройматериалы здесь будет сейчас знак 30 вон она ну я уже вижу его так что здесь сбавляем а давайте мы вам заедем буквально 30 секунд одну минуту развернемся до развернемся здесь покажем вам больницу все равно кому-то она напомнит что-то да проход ну да 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 и вот здесь так развернемся с наташей даже поедет проедем все вот здесь вот напротив роддома окон вот здесь сейчас развернемся вот здесь нет старый то есть новый роддом который строился не достроен нет вот в этих же окошко где-то был роддом вот вспоминайте я тоже не помню где я где-то мне показывала всех детей и александра первого мне александр первый александр первый александр сергеевич и и андрея она показывала всех на такси забирали да так что вспоминайте пишите комментарии у кого здесь дети появлялись в этом здании до елгавская центральная больница так они не видят да если даже видят они не думают ну всякие люди бывают у всех причуды тоже внимательнее надо от них все можно ожидать мы едем дальше с наташей да этот роддом как начали строить расширяться это вот первый признак что елгава увеличивалась население в конце восьмидесятых даже еще начало девяностых вот как раз ладно я пока отключусь потом ну вот я говорю роддом этот новый который недостроенный стоит еще советских времен это группе и признак что население увеличивалось и довольно таки быстро и хотели полностью отдельно вот это вот круглое здание такое как цилиндр несколько этажей сделать все только родильное отделение ну и все дальше продолжать не буду дальше вы сами понимаете что что случилось то что произошло вот какая клумбочка красивая ой шикарная сейчас мы наверно где-то остановимся а могли бы там повернуть ну ладно вот здесь интересно у нас не выгонят мы ненадолго вот здесь вот встанем с этой стороны вам сейчас отключим пройдет вышли из машины как раз напротив ветеринарного факультета вот смотрите какая красота здание отреставрировали я сейчас перейду вот здесь мы остановились может быть кому-то этот знаком будет будет район вот сейчас мы пройдем смотрите как красиво отреставрировали здание мы на каком-то из видео несколько раз тут приезжали показывали тут еще был ремонт большой строительство сейчас обойду вот с этой стороны покажу вам он там наташа стоит уже ждет меня это я специально пошел вам показать здание как отреставрировали ветеринарного факультета это улица бульвар брилибас вот как раз мы с наташей здесь пока машин нету таких такого движения вот я с этой стороны вам покажу красиво да вот смотрите как шикарно подставки вот эти такие полук полу таким кругом о капает наверно поливали их может быть там этот стоит капельница да вы посмотрите как капает водичка с них какая красота ну я сейчас вот так вот по кругу пройдусь вот именно вот здесь бульвар брилибас ну шикарно смотрится вы посмотрите какие вазы вам наверно видно как водичка капает смотрите капельный полив или может быть недавно приезжали да 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 скорее всего ну да все время приезжать не будут же капает они засохнут быстро вон как течет водичка ну вот дальше я по кругу идут показываем смотрите какая красивая клумба а вот мы оттуда ехали еще липа цветет ох ты смотри ка вот это вот смотрите какая красота ну вот к слову пришлось сегодня я уже заказал булыжники три куба хорошие красивые булыжники будут потому что я сначала подумал из брусчатки нет брусчатки я про свою горку альпийскую нужен камень все-таки при этом декоративный полевой камень обязательно нужен они разных цветов будут я вам сделаю видео когда привезут покажу это я начал ходить по этим камням валунам вот примерно такие же может чуть побольше размера и будет у нас альпийская горка большая будто альпийская горка ну все мы идем с наташей дальше ну вот мы теперь с наташей решили пускай машина постоит вот здесь пройтись вам показать мы всегда здесь пролетаем вот здесь пройдем давай сюда пройдем а потом в ту сторону да на солнышке хорошо вот эти здания хорошо отреставрированы вот это вот вот это и вот это здание смотри под ноги аккуратнее здесь такие плиты вот немножко вам круг сделаем это пыльца залетает мы вот так вот по центру пройдем и обзор сделаем такой полностью по кругу вам покажем может быть кому-то знакомы будет этот эти здания пишите в комментариях кто здесь жил кто здесь живет ну вот идем мы дальше смотрите какие клубочки сделали руки приложили и возле возле дома вот такую красоту навели видите как раз него а вот что это за цветок такой это розочка такая да 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 уже отцветает смотрите на это роза роза это такая кудрявая роза сколько их вон какие смотрите да идем дальше с наташей вот это здание вам покажем и плюс магазин здесь напротив магазина тоже топ тоже такую пешую прогулку вам сделаем смотрите мы там гуляли с ней теперь вышли вот здесь это все во дворе магазина топ тоже смотрите вот камешков таких речной камень и лазы такие поставили смотри дашь питунь и кстати питунь и лили и вот этот магазин вот стояночка вот этот дворик сейчас вокруг пройдем здесь мы вам точно не проходили так что пишите комментарии кому это знакомо ну знакомы эти дома мы так не спеша с наташей потому что мы всегда там пролетаем на машине может быть кто-то и хотел бы посмотреть может быть стесняется попросить эти дома эти были такие домики старенькие сейчас видите какую красоту сделали свои имею ввиду частные дома вот напротив вот этих пяти этажек не знаю может быть это общаги какие-то были общежития или что это реставрировали часть а это почему-то нет смотрите как отличается вот это все реставрировано утепленно когда реновация была значит это относится к одному а это к другому хозяину вот идем дальше но ветер сегодня друзья довольно таки сильный он там на горизонте уже виднеется рав этот последнее здание строилась одно из последних на горизонте он рав но мы туда сегодня не пойдем потому что будет очень много большое видео будет а сами понимаете резать файлы ну кто понимает резать файлы и делить не серьезно получится он там в окне всем привет как жар конташа не ну нет еще вот давайте вот здесь еще по кругу пройдем наверно да вот это да да это это вот где ветеринарная клиника этот вот с той стороны все да вот это вот тыльная сторона вот я специально зайду чтобы побольше вам объем не захватить вот с этой стороны ну идем дальше да красиво сделали красиво такие яркие сочные цвета яркие цвета да вот эта серость она как-то на человека давит еще бы говорю асфальт бы красивого сделали бы и цены бы не было бы хозяину да это что-то учреждение так что пиши а вот мы сейчас подойдем что гадать вот смотрите видите написано день наставестница дор митору номер девять это гостиница получается ну знаете нам как не за не за надо нам не было нужды нам по этим районам ходить это все наверно относится к этому может быть ветеринарному может студенты здесь или кто здесь так же самое как возле бывшие сорок пятки там там же живут тоже до подтверждайте нас или опровергайте друзья ну кто смотрит наши видео постоянно кто знает этот район кто жил сами знаете откуда мы сейчас приехали мы совсем с другого района это восемь километров вот отсюда примерно 8 километров на каждом видео кисти попадаются ох ты кися ну иди сюда иди сюда и киська а идет 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 кошечка кошечка видно да топ-топ-топ-топ вот так вот у с наташей гуляем где где два попугайчика а да видно на лады так обошли мы вам все здесь пока идем с наташей дальше вот в этом районе вот он ветеринарный факультет отреставрированное здание вспоминаете детство свое кто свистульки делал вот из этого вот акация да этот горошек мелкий то тоненький такой да как с одной стороны только надрывай с одной стороны там оставляй вот здесь нет неправильно сделала вот здесь надо было надорвать вот здесь надорвала сейчас я сделаю отключусь друзья или мы разучились делать или они уже перезрели такие сильно сухие смотрите не свисти не свисти денег не будет ой там эти косо криво все заживала муж тут не получается нам никак мне кажется они уже переспели они он какие коричневые уже стали или мы уже забыли мы на авиация своих или вот здесь вот развернулись теперь с этой стороны вам показали это труба вот с ветеринарной клиники видите реставрированные здания сейчас выезжаем на авиации сша справа много машин хорошо сзади у нас это как раз вот последнее здание которое строилось от рафа ну сливаем немножко по авиации с проедем вам повернем направо микрорайон покажем вам в котором мы вообще никогда не ходили проезжать так всегда проезжаем частично видно вот где-то здесь поворачивать уже нам надо скорее всего да попробуем где-то здесь мы стать мы один раз раз езжали вот мы как раз включились мы не знали мы вообще здесь никогда не были вот по этому микрорайону попробуем где-то встать поудобнее и пройтись вам да наверное вот здесь где-то станем можно не можно ну знаков нету значит можно да да мы недолго здесь пройдемся вам покажем чуть-чуть вот смотрите друзья в каком районе мы находимся в улице лачкалиша сейчас мы пройдем вот здесь а потом такой сделаем там где пруд какой-то вот этот пруд так что вспоминайте кто-то там писал нас по моему еще прошлом году вот про этот район и про этот пруд сейчас мы пройдем а мы вот здесь тоже пойдем пожалуйста здесь баскетбольные сеточки вот кому-то это будет знакомо на минутам даже трехэтажки стоят смотрите вот пятиэтажка а там трехэтажки но пройдем мы сначала пойдем к пруду к этому сходим да и тут смотрите частные домики и такие дома вот мы идем к этому пруду а там чтобы было понятно там и рулится авиация параллельно идет вот мы с улицы авиация сюда повернули и оставили по дворе дома домов машину помогли оттуда заехать ну откуда мы знаем вот смотрите какой пруд красивый вот такая красота вот смотрите какие водные эти лилии да красота какая вот какая красота друзья цветут как раз посмотрите прям все цветут что сегодня уже 26 июля ну вот мы с наташей так думаем что это детский садик он там он на горизонте на переднем плане за прудом никогда мы здесь пешком не ходили не пешей прогулки всегда мы на машинах пролетаем пролетаем вот здесь частный сектор большой довольно таки да вот смотрите какие деревянные скульптуры вот сейчас вокруг мы погуляем это детская площадка здесь вот смотрите довольно таки большой ну там табличку мы видели вроде бы купаться тут запрещено а это голубь я думал утка полетела вот сейчас мы вам покажем скульптуры деревянные его собачка какая стоит смотрите ой семка наш стоит тема смотрите все это котик это котик котик не котенок а котик бонусы какие у него смотрите усатый какой вот такие вот здесь это написано кто сделал эти скульптуры собака и кошка и залазить на них запрещено на эти скульптуры а вот какая скульптура посмотрите сирена это русалка наташ русалка видите какой хвост это все деревянное вот смотрите дерево какое так что друзья погуляйте вместе с нами понаслаждайтесь этим новым районом вот здесь точно я говорю мы всегда говорим вам где мы бывали где мы не бывали но еще раз повторюсь так как мы всю жизнь на машине сейчас по кругу он обойдем и на многих во многих местах мы не были сами что пожалуйста сказочные персонажи да да это все и сказок какая коса смотрите у девочки вот коса вот коса сказочные персонажи да сейчас обойду ветер прям мне в лицо бьет ну вам видно смотрите вот по веткам деревьев какой какой ветер а вот он как раз это здание пишите комментарии но мы с наташей думаем что это детский сад вот какие вы большие стали мы с той стороны проезжаем мы его чуть-чуть частично может быть даже не видим из-за этих кустов и заросли вот этих вот кустарника и деревьев вон какие березки красивые посмотрите ну вот а вот еще вот этих это лиса скорее всего вороны лиса да 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 видите как кусочек сыра просит он ворона держит кусочек сыра ворона держит а это лиса он лапку протягивает вот лапку протягивает говорит ворона дай мне сыр уговаривает чтобы она рот открыла зубы и заговаривает чтобы ворона каркнула посмотрите какие ну два голубя получается да посмотрите как сделано да но это скорее скорее всего сейчас посмотрю сварщик до сваркой сваркой вон они видите там прихваточки да это сварочка из металлических всяких там обрезков трубочек уголков он глазки как сделаны красивые красивые птички вот как из дерева сделать можно посмотрите на очень красиво смотрится это все сказочные персонажи наташа тоже из сказки до 5 откуда детская площадка продолжение смотрите вот песочница тоже очень хорошая вот здесь щипа тоже деревянная щипа тоже мягенько чтоб не падать детям было дети падать любители всегда вот горочка вот качельки тут смотрите тоже такая пружина пружина здесь вот это сталь такая пружинная вот видите я качнул и она качается а там лазить лазилки всякие детям вот еще горочка я так по кругу пройдусь да какая горячая на солнышке нагрелась крышу сделали видите как бы как в виде листочка такого детям есть где лазить пишите комментарии кому это все знакомо этот район эти дома может быть кто-то здесь и живет кто-то жил всем спасибо что смотрите наше видео не забывайте также ставить лайки подписываться на наш канал пишите комментарии ну ветер хорошо если бы не было ветра было бы жарко ну мы с наташей едем дальше ну вот теперь с этой стороны я выхожу вот наташа пошла туда вот частный район здесь видите наташа сидит на скамеечке где баскетбольная площадка а он там тоже спортивный спортивная площадочка там турничок всякие разные отжималовки ну сейчас пройдем мы вам по этому району по этому микрорайону по этой улице лачплеша а параллельно говорю там улица авиация вот мы с улицы авиация заехали вот здесь поставили там мы вам показали этот пруд вот такие вот домики здесь мы давно с наташей хотели все ну как-то знаете то туда то сюда то туда то сюда то дела то болезни ну в общем понимать да вот такие домики пишите комментарии друзья кому это все знакомо лилии как цветут еще какие-то цветочки как розочки вот этот трехэтажка мы с той стороны проходили вот смотри наташ посмотри какие шикарные цветы но мы были я сейчас подальше отойду да очень красиво смотрится вот нам каких с тобой не хватало цветов да и мы все таки пойдем с наташей у нас не знаю так хочется сейчас это цветочная тема тем более я настроен очень даже решительно эту горку сделать альпийскую вот вот этих надо как они тоже я уже не я не помню у нас они были когда мы жили там на тервитес были много довольно разных тоже цветов ой красиво как посмотрите какая красота просто прелесть приятно зайти подъезд видите какая красота может быть кому-то это знакомо будет какое дерево интересно а это туйка такая перед переросла просто вот пройдем мы по этому району вам у нас тоже а тут таки есть да что то не помню делать и в каком месте вы знаете вот солнышко нету а какая-то духота наташ пошла это мне кажется перед дождем вот пройдем до самого конца это трехэтажка реставрированная возможно возможно мы спорить не будем но по окнам похоже как будто только сейчас по расстоянию нет это я думаю реставрирована вот такое же вот здание точно только реставрированы да и трубы он ведь обшиты да надо даже раз два все понятно три это наташ точно такая же была вот кирпичных вот погуляем и вам поэтому до металла профилем и ничего не видно все красивенько уютненько и ничего не упадет никто не упадет это четырехэтажки в статье это четырехэтажки раз два три четыре ой четырехэтажки да 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 это три нет трехэтажки то вижу а я не считаю даже это четырехэтажный лобби ну вот так вот примерно но ветерок нам помогает нету такой духоты а вот что-то делает смотрите как раз мы попали какой-то ремонтик идет да ну вот дай бог бы они тоже как он те две первые сделали вообще красота была бы ну все мы наверно заканчиваем свое видео друзья и так будет наверно большое всего вам доброго вот в этот двор ох наташа ну ладно давайте тоже брусча . я говорю пожалуйста ставьте лайки под нашим видео а также не забывайте подписываться это конечно по желанию большая просьба пишите пишите да мы здесь поем пишите комментарии повторяю сегодня 26 июля 2022 года вот прошлись по вам по этому району вот тут по соседству частные дома видно что старенькие домики видите всякие 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 есть и отреставрированные и старенькие не отреставрированные по соседству вот здесь в этом районе ну да но не скажи это обновили доски из как бы наверху старенький а внизу свеженькие вот так вот на этом мы с вами будем пока прощаться наташа мне повернула всего вам доброго он как раз там кто-то на турнике до следующего видео друзья до свидания